Объясняем с научной точки зрения, почему испортился Андрей Кураев. Испортился это объективный факт. Вместо богословского контента Кураев в какой-то момент начал говорить и писать про скандалы на тему, кто из церковных иерархов, что-то когда-то сказал и чем грешил. Фактически от богословия Кураев перешел к распространению слухов и сплетен. Это очевидная деградация. И именно из-за этого у Кураева возник конфликт с церковной администрацией, который окончился лишением священного сана и отъездом за границу. Священники православной церкви дружно обхейтили Кураева стандартной субъективной демагогией про грех гордыни и тщеславия, не содержащей ничего конкретного и не выдерживающей никакой критики. Ну, допустим, у Кураева гордыня и тщеславие. А почему тогда у Гундяева не гордыня? А почему у того, кто Кураева критикует, не гордыня? Или гордыня только у того, кого разрешило ругать высокое церковное начальство, а? А вот у нас имеется объективный научный фактор, объясняющий, почему богословский контент от Кураева перестал быть востребован и пришлось сменить тему. По мере развития церковных образовательных учреждений появилось много богословских, грамотных, молодых и энергичных священников, которые, в отличие от Кураева, не самоучки, а получили системное богословское образование и превзошли Кураева в области богословских знаний. Кураев прозван был диакон Сия Руси на фоне массово-религиозного невежества, когда только один Кураев вещал на большую аудиторию и понятным языком говорил о христианском богословии. Ну и еще был профессор Московской духовной семинарии и академии Алексей Ильич Осипов на аудиокассетах, но Осипов это именно курс учебных лекций, а Кураев это живые ответы на вопросы, диспуты, полемика и развита активно тема церковь и общества. Сейчас любой молодой батюшка из храма может вещать на богословские темы не хуже Кураева, и поэтому Кураев был просто вытеснен из темы богословия. Это как во времена великих научных открытий были великие ученые Ньютон и Эйнштейн, которые великие ученые для своего времени и своего уровня развития науки, а по современным меркам они не лучшие студенты-первокурсника. Сейчас Кураев живет за границей и активно раздает интервью разным иностранным журналистам и блогерам из клана иностранных агентов на тему церковь и политика. Но здесь у Кураева явная нехватка знаний на тему политологии, которую он компенсирует, выбрав узкую тему про политику, связанную именно с русской православной церковью, где он пока еще единственный и уникальный в своем роде. Но из этой области его могут вытеснить более грамотные его коллеги, недавно лишенные священного сана, а с ней и обязательств не говорить про церковь русскую православную неприятную правду. Например, конкуренцию Кураеву мог бы составить недавно лишенный сана священник Алексей Уминский, если бы решил говорить на темы, о которых уже говорит Кураев.